Привет, друзья! Здесь сейчас у нас с вами седьмая серия Баблофермы. Седьмая, Карл! И как вы понимаете, данный проект волей-неволей уже постепенно превратился в сериал. Но вот вменяемого результата до сих пор таки так и не было. Ну я думаю, каждый из вас моих зрителей видит на экранах своих вновь прибывшие Raspberry Pi и понимает, что мне просто некуда деваться и нужно доводить проект до конца. Но сегодня, как я и обещал, мы с вами будем строить кластер. Хотя на самом деле кластером эту штуку называть, ну не совсем скажем таки правильно. Почему? Да потому что каждая из шести Raspberry Pi будет работать совершенно автономно. То есть вне зависимости от работы других устройств. Ну или одиночно. Опять же пока будет так, ну а дальше мы с вами посмотрим еще. Самое главное я сказал, если кто-то уже разочарован, то можно выключать. Если нет, то смотрим. А первая задача, которую я взялся решать, это реализация охлаждения процессоров. Ну тут на самом деле все достаточно просто. Можно купить фирменный радиатор. Ну я же просто оторвал радиатор со старой материнки и немножко его распилил на более подходящие маленькие сегменты. Ну результат вы видите на своих экранах, может быть получилось не очень-то и фирменно, но зато бесплатно. И надо сказать, что эти радиаторы достаточно большие и с охлаждением процессора они справляются немного даже получше, чем те, которые специально заточены для Raspberry Pi. Ну потому что те просто маленькие и все. Ну а следующей процедурой я приклеил радиаторы китайским термоклеем к процессорам мини-компьютера. Кстати, хочу сказать, что не спешите ни в коем случае называть китайский термоклей дерьмищем. Дайте ему шанс. Ну а лучше всего просто-напросто дайте ему хорошенечко высохнуть хотя бы сутки. И уверяю вас, когда вы будете отрывать, ваша очка будет сжиматься от страха оторвать вместе с процессором. И кстати, ссылок никаких нету, потому что я ничего не рекламирую. И поэтому мне кажется, что поиском Алиэкспресса умеют пользоваться совершенно все. Покупку флешек и заливку на них операционной системы я произвел заранее. По-моему еще даже до выхода шестой части Баблофермы. А вот отладку я произвожу уже на знакомом вам стенде, на котором на антресоле целый месяц у меня проработала одна единственная Raspberry Pi. И скорее всего этот стенд я использую последний раз. Печально конечно, но все меняется и данный проект сейчас поменяется тоже прям колоссально. А кстати на данный момент на свекбаксе уже 44 бакса. Но выводом я пока так и не занимался. Ну а теперь настало время подготовить источник питания для нашего будущего кластера. Вы не обижайтесь, но я все-таки решил, что буду называть его кластером. Я достаточно долго думал о том, какой источник питания использовать для того, чтобы максимально эффективно и дешево организовать работу. Ну а пока я думал, у меня получилось раздобыть, спиздить, 6 стареньких блоков питания. На данный момент я еще не знал сколько из них вообще рабочих, поэтому сейчас будем испытывать и смотреть. Для того, чтобы блок питания заработал без материнской платы, я перемкнул зеленый и черный провод. Немножко подробнее об этом вы можете посмотреть у меня на канале видео про настольный блок питания. Короче, подключил его к розетке и начал измерять напряжение. И честно говоря, сам немного удивился подобной удаче, потому что первый же блок питания у меня оказался совершенно рабочим. Фантастика, просто фантастика. Теперь смотрим на крышку блока питания и понимаем, что данный экземпляр при 5 вольтах может выдать целых 25 ампер. А этого хватит за большим запасом для того, чтобы запитать 6 разберепаев. Ну и раз он нам так хорошо подходит, то мы его с вами разбираем. Сам типа напросился. Оценив визуально плату и поняв, что внутри ничего не спухло и не подгорело, я выпаиваю все лишние провода, а конкретно основную косу и готовлюсь использовать его уже в собственных целях. Но, к сожалению, в этот раз немножечко не прокатило, потому что после того, как я это все выпаял и испытал блок питания под нагрузкой, то он показал себя, ну скажем так, не очень-то хорошо. И поэтому я решил использовать следующий блок питания, испытал его под нагрузкой, сделал примерно все то же самое, что и перед этим. И вот что у нас получилось. Блок, из которого торчат два провода на плюс 5 и плюс 12 вольт. И, кстати, этот блок питания даже будет немного помощнее. При 5 вольтах он выдает уже целых 30 ампер. Итак, а что мы будем делать сегодня, Брейн? А сегодня мы будем делать модуль защиты по питанию. Конечно, в компьютерном блоке питания уже предусмотрена какая-никакая защита. Но, тем не менее, я решил поставить предохранители, что это просто необходимо. Потому что, если одну из Raspberry переклинит, то она просто-напросто может потянуть за собой другие. Поэтому на каждый из маленьких компьютеров я решил поставить по предохранителю. Ну а также я решил выполнить защиту от дураков. Ну, то бишь, защиту от себя. Поэтому между плюсом и минусом поставлю диод, для того, чтобы я не выглядел как идиот. Ну, типа рэп, вы поняли, да? Это же модно среди блогеров. Ну, а если быть точнее, то для того, если я перепутаю плюс с минусом, то у меня опять же просто-напросто выгорит предохранитель, а Raspberry останется нетронутой. Хотя, мне кажется, скорее всего, в Raspberry что-то подобное быть должно, но проверять мне этого совершенно не хочется, а наверняка я и не знаю. А также, возможно, вы уже давно поняли, что печатная плата для слабаков, а вот колхоз для мужиков. А производство того, что сейчас вы видите на экранах, на самом деле можно было бы все-таки сделать немножко поумнее. Это касается, например, технологических отверстий под провода. Они у меня предназначены только для USB проводов, а для входов, так сказать, для приходящего питания, совершенно ничего не предназначено. Ну и через эту плату могли также проходить и 12 вольт, чтобы все было в одном месте, чтобы все было красиво. Но на этапе создания я об этом почему-то совершенно не подумал. Сейчас вы видите на своих экранах результат, и сразу хочу сказать, что я вообще не фанат лудить все подряд. Ну, так как там будет протекать более-менее сила, решил на всякий случай залудить, хотя мне кажется, что и этих бы дорожек вполне бы хватило. А вот вам и схема на экран, хотя я думаю, все и так разобрались бы. Итак, заканчиваем фуфлыжничать и занимаемся сборкой корпуса. На этот раз я решил обойтись без излишней эстетики, без всяких там тяжеленных алюминий-шпильковых конструкций. И поэтому в роли корпуса у меня будет выступать обычный короб 100 на 60. Я, конечно же, его не покупал, а сами знаете, где девочки берут свои материалы. Пиздит. Естественно, без колхоза у нас с вами не обойдется, потому что я совершенно не подумал о том, что вентилятор у меня 80 на 80, а корпус высотой 60. А по этой причине мой вентилятор будет расположен под углом. Поэтому, насколько это возможно, я делаю аккуратный срез. Могу сразу сказать, что все свои срезы и вырезы я делал обычно канцелярским ножом. Вот таким вот образом вентилятор будет располагаться на корпусе и теперь нам только осталось сделать стеночку. Здесь, долго не рассуждая, я отрезал у короба попку и конкретно из нее я эту стеночку и буду делать. Ну и вот сама стеночка. А вот отверстие под вентилятор и в этой стеночке я прорезал с помощью того же канцелярского ножа. Но, только чтобы он лучше резал, я как бы его немножко нагревал горелкой. Затем я проклеил эту деталь с помощью дихлоретана, но для того, чтобы все лучше держалось и было абсолютно герметично, прошелся по краям горячими соплями. Чтобы выдержать одинаковое расстояние между Raspberry Pi и коробом, я оставил себе вот такую вот проставочку. Не могу сказать, что она специальная. А чтобы выдержать одинаковое расстояние между самими Raspberry Pi, я пользовался штангельциркулем. Но, чтобы мои отверстия совпали с отверстиями Raspberry Pi, мне пришлось сделать их с помощью шаблонного метода. И в качестве шаблона выступала сама Raspberry Pi. Сквозь мини-компьютер я просверливал сначала одно отверстие, после чего вставлял винтик M3 и насаживал Raspberry на этот винтик. Затем сквозь Raspberry просверливал второе отверстие, вставлял винтик и так далее и тому подобное. Я думаю, вы поняли. Во! Че получилось. Ну, как вы понимаете, они еще совершенно не закреплены, а просто болтаются, еще куча дел. Впереди там электрика, провода, там все такое прочее. Но этап с прокидыванием проводов я решил немного пропустить, потому что делать там особо нечего. Кидаешь провода, я клеил их на, опять же, горячие сопли, и уже вы видите результат на своих экранах. Затем, в конце USB-шных проводов, мне необходимо было зачистить и припаять к нашей плате распределение питания. Естественно, именно таким образом я и поступил. Ну, а чтобы не томить зрителя, то бишь вас, то я сразу, естественно, просто показываю результат, что на выходе получилось. Одно из главных неудобств той конструкции, которая была у меня раньше, заключалось в том, что, чтобы ее обслужить, мне необходимо было просто выключить само устройство, сам компьютер, вынуть из розетки его, снять с антресоли, донести до стола, а потом уже подключать монитор, тестировать, ну и там проводить свои необходимые работы. Ну, а в этот же раз, все будет совершенно по-другому, потому что я буду использовать длинный провод, от блока питания до самого кластера. И теперь, если возникнет необходимость какого-либо механического воздействия с моими маленькими компьютерами, то мне не нужно совершенно ни о чем думать, ни о чем заботиться, я просто беру кластер в руки и иду с ним куда угодно. Хочу за компьютер, хочу на кухню, да хоть в туалете с ним закроюсь. А? Как тебе такое, Илон Маск? Кластером-то на горшке, не каждый может себе такое позволить. А после этого по краю короба я проложил 12-ти вольтовый провод, это будет питание для вентилятора. А на конце провода поставил разъем, потому что если вентилятор выйдет из строя, чтобы мне ничего не перепаивать, а просто-напросто вынуть старый и поставить новый. М. Модульность. Ну и конечно же вентилятор прикрутил, ради него-то все и делалось. Теперь осталось только блок питания подсоединить к моему длинному проводу. Возможно вы спросите, почему я вывел из блока питания два отдельных двухжильных провода, а к ним уже подвел трехжильный провод. Почему я трехжильный провод собственно в блок питания не завел? Ну что я могу на это сказать? Ну, просто так получилось. А, ну и еще чуть не забыл, отрезал от короба все лишние части. И в длину он получился где-то примерно 70 сантимов. Настало время для испытаний и тестирования, поэтому подключаю блок питания и вентилятор начинает крутиться. Ну, хоть вентиляторы крутятся, но если честно, лавэха еще не мутится. А все потому, что я еще не вставлял предохранитель и на разбери питание просто не подается. Для начала, для теста, вставляю первый предохранитель и смотрим, что происходит. В принципе, на разбери вон уже лампочки начали помаргивать. И я из этого делаю вывод, что в принципе все нормально, она запустилась и пока что все идет по плану. Доступ по ВНЦ я, естественно, предварительно настроил. Попробуем подключиться и подключение у нас проходит. Значит, разбери в принципе работает и даже вроде бы стабильно. Но за ее стабильность мы сможем говорить только спустя какое-то время ее работы. Вставляя оставшиеся предохранители, тем самым запускаю все оставшиеся не включенные разбери и методом подключения к ним проверяю, работают ли они. Ну и как мы с вами видим, все вполне в порядке. Ну что ж, мы строили-строили и наконец построили. И как вы уже, наверное, догадались, что на этом, в принципе, выпуск и завершается. Вся аналитика, все выводы, как финансовые, так и выводы мыслей, конечно же, будут в следующем выпуске, потому что в один выпуск это просто нереально уместить. И, честно говоря, я немножко уже подустал от этого выпуска и хочется его поскорее закончить, потому что сил все-таки вложено много. Также в следующем выпуске немного по настройкам самого Linuxoide. Уже на данном этапе запустил тестироваться пару сервисов и также расскажу, что куда к чему, потому что, как мне показалось, что swagbucks все-таки не для всех подойдет. Не надо думать, что я кого-то обманул, не довел дело до конца, я обещал построить кластер и я его, в принципе, построил. А опять же за софт и бабло мы поговорим с вами в следующей части. На этом у меня все, я прощаюсь, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok